Привет! Как дела? Еще недавно мы отмечали День Святого Патрика. Сейчас в апреле наступает Сан Джордж Дэй, то есть День Святого Георгия. Что это за праздник? Это официальный День Англии, который отмечается 23 апреля. Обычно все праздничное действие происходит в ближайшую субботу, приближенную к 23 числу. В этом году мероприятие должно было состояться 18 апреля, но, к сожалению, опять же, только в связи с коронавирусом все абсолютные мероприятия были отменены. Но я вам расскажу, как это обычно происходит на Трафальгарской площади и как отмечался этот праздник в предыдущие годы. Трафальгарская площадь украшается флагами Англии, то есть белый фон, красные кресты. Обычно это красные флаги с белой каймой, разные, по-разному украшаются. Там выставляются столы для пикников, и люди приходят и садятся за эти столы, покупают некую еду, которая продается на площади, и также слушают и смотрят концерт. И на Трафальгарской площади происходят различные мероприятия с участием самого Святого Георгия, а также идет представление боя Георгия с драконом, которого он победил. Кстати, Святой Георгий — это именно тот святой, который олицетворяет герб города Москвы. То есть Святой Георгий является не только святым Англией, но также и святым городом Москвы. Песни, танцы, спектакли — всё абсолютно можно увидеть на этом празднике. Я была там несколько раз, раз пять, наверное, но буквально ненадолго. Не такой он уж очень яркий и праздничный, просто народ там тусит, ходит, какие-то детские мероприятия происходят, качели выставляют, ну, в общем, какие-то вокшопс происходят, то есть рисуют какие-то рисунки дети, ну, в основном это для детей праздник такой. А люди просто сидят за столиками, если погода позволяет, и наслаждаются солнечным днём. Естественно, на каждый день Святого Георгия происходит спектакль, будь то какой-то кукольный спектакль с папиц, как это, с марионетками такими, представляющие историю Святого Георгия, как он дрался с драконом и как он победил дракона, или какой-то театральный спектакль, который разыгрывает эту сценку с драконом, с рыцарями. Ну, а также просто иногда по центру, вот в прошлом году поставили дракона, он там дышал дымом каким-то, а Святой Георгий ходил вокруг на драконе, скачущем драконе, даже меня пытался съесть, и просто развлекал людей. Также там бывают цирковые артисты, клоуны. В общем, обычно намешивают всего-всего-всего так для развлечений публики. Лондон, it's springtime, cockney, champagne. Лондон, it's summer, it's always raining, who's complaining? Лондон, it's lovely, let no-one change his mind about it. Lovely and lively, yes, that's the thing I find about it. You can keep Paris, or Venice, or Rome, But London, it's London, it's London, it's old. Now, you know this one. Maybe it's because, oh, that I love London stuff. Maybe it's because, that I think about wherever I go. I get a funny feeling inside of me, just walking up and down. Maybe it's because, that I love, that I think about wherever I love London. I can't. В прошлом же году я помимо Трафальгарской площади посетила другое место под названием Воксел Плэжа Гадон, где проходил такой локальный праздник, куда могли приехать абсолютно все жители города. Он проходил в течение двух дней, и там разыгрывались рыцарские турниры, шел кукольный спектакль для детей, танцевали типичный английский танец. Morris Dance называется, о нем я тоже буду скоро рассказывать. Обычно фестиваль этого танца проходит в мае в Рочестре. Тоже расскажу скоро. А кроме этого можно было увидеть диких птиц, то есть совы, орлы, коршуны, соколы, которые показывали некие представления. То есть они были натренированы, они летали, и представитель этих птиц рассказывал о том, какой размах крыльев у совы, как охотится коршун и так далее. Тоже очень интересное было зрелище. Помимо этого можно было рассмотреть как снаружи, так и изнутри машину скорой помощи, полицейскую машину. И мы с подружкой решили там тоже так пофоткаться в машине скорой помощи, сделать на память интересные фотографии. Помимо этого там выступал какой-то хор русский. Они пели знаменитые песни такие. Я бы уже стояла, подплясывала и подпевала им. В общем, когда нечем заняться в выходные, когда погода солнечная и хочется выйти погулять, почему бы не сходить на такой праздник, не посетить и не узнать про традиции, обычаи и какие-то обряды, и не посмотреть народные танцы, не послушать народные песни той страны, где ты живешь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее. Обо всем этом я вам рассказывала на своем канале. Про следующие мероприятия смотрите очень скоро. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!